Господин президент, спасибо вам за визит. Я молюсь за вас. Обсуждали Сирию, Ливию. Это ожидалось еще в ноябре 2013 года. Понтихлик и Владимир Путин обсуждали этой темы. Положение христиан на Ближнем Востоке. Но самое главное, конечно, Украина. Как и предполагалось, без нее не обошлось. Очень неслыханное давление пытались оказывать на дипломатов Святого Престола. До последней минуты, с тех пор, как Святой Престол подтвердил, что ожидает у себя Владимира Путина. Сначала во внутренние дела Ватикана пытался вмешаться посол США при Ватикане, но затем глава украинской греко-католической церкви. Но, несмотря на это, все это было напрасно. Папу Франциска буквально заставляли изменить позицию, выступить с резкой критикой России. Но понтихлик не раздавал понять, что видит украинские события несколько по-другому, чем это сейчас принято в Европе. В феврале, во время одной из проповедей, он призвал украинских католиков вспомнить о том, что они борются с такими же христианами и перестать употреблять слова «победа» и «поражение». Я процитирую главу римской католической церкви. Он сказал, когда я слышу слова «победа» и «поражение», сердце мое наполняется болью. Штаты смотрят на эту позицию Франциска тоже. Я цитирую сегодняшнее издание, итальянское издание «Корьера де лассера» со смешанным чувством любопытства и недоумения. Россия, конечно, остается неизменным и, пожалуй, единственным конструктивным собеседником в вопросе, который сейчас важен для всего мира, противостояния исламскому терроризму на Ближнем Востоке и защитой всех христиан. Но что мы еще знаем? В конце встречи российский президент и глава римской католической церкви обменялись подарками. Это всегда очень важно. Это не просто традиция. Это очень важно, потому что глубокая символика. В этом все смотрят, какие подарки привезет российский президент, что подарит в ответ папа Франциск. Владимир Путин подарил картину, это вышивка ручной работы, а увезет с собой в Москву медаль работы автора прошлого века. На ней ангел, по словам Франциска, это ангел, символ справедливости и солидарности. Ангел, который защищают. Ну, кстати, такого же мнения придерживаются и все, кто сегодня встречал Владимира Путина здесь, на границе Италии и Ватикана, с криками «Россия», аплодисментами. Итальянцы, они умеют выбирать источники и прекрасно понимают, что происходит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!